А вы в курсе, что в Сочи открылось региональное отделение Общенационального союза индустрии гостеприимства? Что это за организация, кто может стать участником Союза и какие перспективы он откроет для развития бизнеса и в целом для социально-экономического развития города и региона, расскажем сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей Сочи. Еще раз напомню, что в нашем городе открылось региональное отделение Общенационального союза индустрии гостеприимства. Что из себя представляет Союз? Это некоммерческая организация. Она была создана летом этого года с целью объединения организаций турбизнеса для защиты профессиональных интересов, решения системных задач в сфере туризма через внедрение комплексного подхода к развитию территорий, обладающих туристским потенциалом. Уникальность этой организации в том, что это первый Союз в России по вопросам туризма, который не делится по регионам, а имеет общенациональный формат. На презентацию Общенационального союза индустрии гостеприимства в Сочи собрались представители отелей, ресторанов, туристических и экскурсионных фирм Сочи. У региональной сети, кроме министерств, ведомств и управлений, у Ростуризма нет. Российский экспортный центр обладает региональной сетью, а туризм, к сожалению, этой привилегии лишен. А реализовать будем мы с вами. Общенациональный союз индустрии гостеприимства призван не только как руководитель рабочей группы, кадры образования в Координационном совете при правительстве, не только с точки зрения политики или административного ресурса, или поддержки, лобби, защиты интересов, но и с точки зрения вовлечения, некой площадки коммуникационной, где мы все общаемся, где мы разговариваем, где мы слышим вас, вовлекаем и решаем проблемы вместе. Общенациональный союз индустрии гостеприимства сегодня готов в каждом регионе страны, не только в Сочи, в Москве, в Екатеринбурге. У нас открыты уже большие представительства в Северном Кавказе, открытое представительство в Крыму. В ближайшее время мы открываем в Северо-Западном федеральном округе, в Сибирском федеральном округе. Союз был создан всего полгода назад, и сегодня в него уже входят 17 ассоциаций партнеров, это более тысячи человек. Союз индустрии гостеприимства общенационального формата мы решили создать весной прошлого года. Мы хотели объединить всех, кто так или иначе соприкасается с туризмом. То есть это некое межотраслевое объединение всей страны. Межотраслевое обозначает, что и те, кто производит сувениры, те, кто занимаются народными промыслами и традициями, те, кто в отелях, в ресторанах, туроператоры, турагенты, транспортники, все те, кто создают эту самую индустрию гостеприимства. Идея возникла давно. Мы в 17-м году в Крыму на базе ассоциации ательеров Крыма собрали около 300 организаций и физических лиц, те, которые были заинтересованы в развитии Республики Крым и города Севастополя. Не только как инфраструктурно или как с точки зрения сервиса, но в целом, чтобы все подходило под курортную индустрию, под развитие тех или иных территорий. И только тогда, когда все вместе садимся за стол, с учетом присутствия власти, конечно же, когда все говорят на одном языке, тогда очень удобно, комфортно, а самое главное, очень быстро и эффективно получается развивать. Так мы хотим, создав общенациональный союз, создать возможности для всей страны. Сегодня мы открываем наше представительство в Южном федеральном округе. И не случайно. Сочи все-таки лидер и инфраструктурно, и сервисно, и показал себя уже во многих мероприятиях, ивентах, и Олимпийских играх в частности. Мы надеемся, что представительство в Сочи, которое потом откроет региональное отделение по всему Южному федеральному округу, сможет создать совершенно новый имидж и репутацию в сервисе, создать новую точку роста для развития страны в целом. Целей и задач у Союза очень много. Это создание позитивного имиджа туризма в России, внедрение стандартов сервиса и гостеприимства, участие в государственных проектах и разработка эффективных мер по поддержке и развитию туристической отрасли. Это консультация, методическая и практическая помощь в различных вопросах, а также организация профессиональной подготовки и повышения квалификации. Ну и ряд других. Как говорят в Союзе, его миссия – это формирование и продвижение идеи «развиваем туризм, развиваем Россию». На самом деле в индустрии гостеприимства входит больше 55 сфер. Мы уже на сегодняшний день насчитываем около 63. Полиция, которая находится в городе или поселке, прокурор, жилищно-коммунальная сфера, министр транспорта, департамент по благоустройству – все они индустрии гостеприимства. Только тогда, когда мы видим это как общую систему взаимодействия, только тогда это работает, только тогда мы сможем развивать туризм. Индустрия гостеприимства – это нечто большее, и валовый внутренний продукт от индустрии значительно больше, чем 10 или 15%. Просто подсчет как туристического потока в методологии, если мы говорим про научную часть, про него как в туризме, так и в подсчете доходов в бюджете от туризма. Он некорректен, его практически не существует. Мы неправильно подходим к подсчету в бюджетных доходах, а также неправильно подходим к туристическим потокам, которые для нас являются базовыми цифрами в росте. Стратегия развития туризма до 2035 года предусматривает рост всего в приблизительно в два раза – кадрового рынка, инфраструктурного. И для этого нужно создавать какие-то, скажем так, правильные подходы. И от того, что мы говорим на одном языке и понимаем, что такое дестинация, что такое турист, что такое экскурсант, что такое внутренний туризм, и что такое индустрия гостеприимства, и как это все взаимодействует, и заканчивая от экономических, совершенно точных, правильных подсчетов, где мы видим этот мультипликативный эффект, где мы видим точки роста, где мы прикладываем правильные усилия. И сегодня в плане мероприятий, которые к стратегии развития туризма подготовлены, в нем вкладывается каждое мероприятие с финансовым и техническим и экономическим основанием, где мы всей страной делаем такую сборку индустрии гостеприимства в 12 блоках, которые на ближайшие 15 лет спрогнозируют развитие индустрии. Как отмечают в Союзе, развитие туризма дает мультипликативный эффект. В целом, деятельность Союза направлена на развитие индустрии гостеприимства, которая, в свою очередь, ведет к развитию бизнеса в регионе, инвестиционной привлекательности территории, а также повышает качество жизни местных жителей. Любое межотраслевое объединение, которое нацелено на определенные цели, задачи, результат, дает мультипликативный эффект. Я вам объясню на примере одного из, например, объектов показа или одного отеля. Когда вы создаете что-то, куда едут туристы, вокруг него вырастает бизнес. С бизнесом вырастает занятость населения. С занятостью населения и бизнесом вырастают налоги, увеличивается доходная часть бюджета и создаются точки роста вокруг этого всего. Понятно, появляется какая-то сувенирка, появляется какой-то крафт, появляются какие-то люди, заинтересованные в развитии курортной сферы, средств размещения. И таким образом мы из одной точки показа или объекта, или какого-то интересного места создаем возможности для всех остальных. И таким образом мы развиваем один регион, развиваем поселок, развиваем город. За потоком следуют инвестиции, за инвестицией следует развитие региона. Поэтому вот этот мультипликативный эффект от туризма, от туристического потока, от точек притяжения, он, конечно, очевиден. К общенациональному союзу индустрии гостеприимства могут примкнуть любые заинтересованные в развитии этой сферы организации Сочи. Желающих, кстати, уже немало. Зависит сейчас очень много от инициатив и от людей, которые могут что-то, как сказать, раскачать. Потому что меняются условия, меняется рынок, международные рынки, внутренние рынки, туристические структуры. Поэтому очень многое зависит даже не от существующих стандартов, а тех людей, которые могут включаться и вливаться. Поэтому союз, он как раз, ну, в общем, таких людей собирает. То есть такая, в общем, инициатива, которая зависит во многом от людей. Вот, причем любого уровня. От директоров, владельцев, управляющих, от официантов, от работников проката. То есть это такая целая среда. Да, и, собственно, Сочи – это, ну, в общем, такая площадка, где все живут. То есть индустрия гостеприимства – это основной пласт всего, во что город вовлечен полностью, включая там, да, продавцов магазинов. Поэтому здесь, чем больше у нас людей в это вовлечено, тем лучше. Это такие, могут формироваться точки роста разные. То есть это есть, допустим, инициатива с точки зрения, допустим, власти или какого-то бизнеса. Они ищут, ну, некие команды формирующиеся, как вот у нас сформировались там, ну, мы как раз видели, при нас сформировались команды на Олимпиаду, на Формулу. То есть это вот крупные форумы, там, форум молодежи. То есть это некий проект, в который вовлекается огромное количество людей. И они свою работу, то есть собрались и делают. Это государственные. Есть много таких частных инициатив, вполне себе интересных. О Союзе индустрии гостеприимства я узнала от своих коллег. И рассмотрев перспективы развития этого предприятия, скажем так, на самом деле, действительно перспективного, ну, мы решили принять такое решение, вступить. Мы решили возродить древнюю традицию нашего города, ну, насколько древнюю, еще с 30-х годов прошлого столетия, когда город формировался только как курорт, было очень красиво и принято ездить на экскурсионных автобусах принцип кабриолета. Да, это действительно все было. И вот мы возрождаем эту традицию. Хотелось бы, чтобы побольше о нас узнали. Я думаю, что эта ассоциация, она даст нам больше возможностей, больше перспектив. Каждый имеет какие-то новые перспективы развития, какие-то новые идеи. И мы, когда собираемся все вместе, мы обсуждаем эти идеи, делимся ими. Делимся тоже клиентской базой какой-то. Кому-то одно интересно, кому-то другое. Поэтому я считаю, что это очень хорошее направление. Все-таки хочется расширяться каким-то образом. Поскольку мы экскурсионный город, то действительно индустрия гостеприимства – это то, что нам необходимо. Тем более, что вот с некоторыми организациями, со многими известными в мире, не буду называть их, да, мы заключаем договоры, и таким образом к нам поступают тоже гости для нашего города. И мы в том числе отправляем гостей в другие регионы и так далее. Поэтому, да, действительно это очень интересно. За время работы Союза гостеприимства его эксперты уже провели 18 мероприятий и создали два комитета по развитию цифрового туризма, а также юридическое бюро поддержки турбизнеса и самих туристов. Кроме того, Союз проводит федеральный конкурс «Мастера гостеприимства». Это конкурс для тех, кто уже давно развивает туризм в России, а также тех, кто только начинает свой профессиональный путь. Менеджеры, руководители и специалисты сферы, студенты и выпускники, предприниматели и авторы туристических проектов, лидеры общественных организаций и эксперты сферы гостеприимства. Принять участие в конкурсе можно вне зависимости от опыта. Конечно же, нужно начинать с кадров. Поэтому мы вместе с президентской платформой «Россия – страна возможностей» 13 ноября руководителем комитета Ольга Юрьевна Голодец стартовали федеральный конкурс «Мастера гостеприимства». Вы знаете, в стране есть конкурс «Лидеры России». Он управленческий, он сильный, он мощный. Уже третий год. Мы только первый раз. Но этот конкурс про людей. Это конкурс про возможности, про социальные лифты для каждого. Этот конкурс для студентов. Мы специально дали возможность, чтобы студенты тоже участвовали, и чтобы смогли на равных, с одной стороны, конкурировать, участвовать в конкурсе, но, с другой стороны, обмениваться практиком, получать новые знания, получать профориентацию, создавать что-то большое и интересное. Ведь у нас еще есть трек-проекты, а в проектах каждый может себя проявить, представить свою идею, получить поддержку и наставника. Это тоже очень важно. Стажировки, обучение MBA в Сколково. Этот конкурс, он уникальный. И я уверен, что Краснодарский край и Сочи проявят самое максимальное внимание и участие в этом конкурсе. В федеральном конкурсе мастера гостеприимства готовы участвовать и студенты Сочинского госуниверситета, где туризм и сервис – это одно из основных направлений обучения. Я до сих пор уверена, что роль туризма в развитии экономики еще сильно недооценена. Например, по данным Банка России, у нас отрицательная сайта туристского баланса составляет где-то минус 22 миллиарда доллара США. То есть за 2-3 года вывозится то количество денежных средств, которое сравнимо с подготовкой города Сочи к проведению Олимпийских и Паралимпийских июля 2014 года. Это, безусловно, связано в первую очередь с тем, что наших туристов еще больше привлекают зарубежные предложения, чем наши предложения зарубежных туристов. И, безусловно, большую роль здесь играет наше мастерство в сфере гостеприимства. И я абсолютно уверена, что даже если где-то не обустроена инфраструктура, где-то, может быть, не очень высокого уровня отель, но если очень качественное гостеприимство, то людей это привлекает намного больше в страну. Это важнейший фактор приезда туристов и в страну, и в регион. И поэтому проведение такого конкурса мастера гостеприимства это будет определенным шагом в повышении нашей конкурентоспособности. Заявки на участие во всероссийском конкурсе мастера гостеприимства еще принимаются. Победители получат в наставнике именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. В финале участники также смогут выиграть бизнес-курс английского языка, обучение в известной школе туризма или в Сколково. Ну и добавлю, что конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого национального проекта образования». Ну а Общенациональный союз индустрии гостеприимства выступает соорганизатором конкурса мастеров. И это все, о чем мы вам успели рассказать сегодня. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми сегодня живет наш регион. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok